Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Какие районы Верхнего Лужья охватывает система фото-видео фиксации административных правонарушений в области дорожного движения? Где и когда планируются установки новых комплексов? Случаются ли на дорогах региона факты обмана камер видеонаблюдения? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник, полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видео фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Тверской области Борис Евгеньевич Царицын. Здравствуйте, Борис Евгеньевич! Добрый день! Скажите, сколько же сейчас камер фото-видео фиксации установлено на дорогах региона? О каком количестве мы можем вести речь? На федеральных автодорогах установлено 26 комплексов. На дорогах регионального значения установлено 43 комплекса автоматизированной фото-видео фиксации. И в областном центре 33 комплекса. Скажите, кто и по какому принципу решает, где будут установлены эти комплексы? Как они сосредоточены? Это сотрудники ГИБДД проводят анализ, где наибольшее количество концентрации, так скажем, аварий, да? Либо где страдают пешеходы? Кто и как? Нет, это неправильное мнение, которое твердо бытует у народа, что сотрудники КОЗ-автоинспекции выбирают места установки камер. Места установки камер в соответствии с установленным порядком выбирает собственник автомобильной дороги на основе анализа аварийности. Но все-таки анализ аварийности учитывается? Да, анализ аварийности, естественно, учитывается. Это является первоочередным фактором, после чего предоставляет предполагаемые места установки комплексов на согласование в региональное подразделение ГОЗ-автоинспекции. После согласования производится монтаж, соответственно, и внедрение уже после запуска комплекса в систему. Ну, то есть все-таки ГОЗ-автоинспекция согласовывает? Да, ГОЗ-автоинспекция. Не согласны вы бываете, что здесь он ни к чему? Бывает, конечно, бывает. А что за комплексы? Давайте объясним нашим радиослушателям, какие бывают комплексы, потому что некоторые представляют себе стоит тренога, да, такая вот с камерой. Сейчас мы часто видим подвесные, где-то вот они на проводах или на столбах, да, или где-то еще вмонтированные бывают в так называемые отбойники. Какие бывают комплексы? Ну, в отбойниках нет у нас комплексов. У нас используют стационарные комплексы, автоматизельные фото-видеофиксации, установленные на элементах обустройства дороги, в частности, на столбах, соответственно, на других специальных опорах. Комплексы передвижные, которые выставляют сотрудники ЦОДД, вот, опять же, мнение бытует у народа, что выставляют частники. Это не частники, это государственные сотрудники выставляют передвижные комплексы государственного казенного учреждения, Центра организации дорожного движения. Все деньги поступают с уплаченных штрафов в региональный бюджет. Угу. Значит, это... А что такое вот передвижной? То есть он убирается или он переводится на другое место? Нет, он смонтирован на базе автомобиля, который имеет окраску соответствующую, в частности, окраска, которая утверждена для Центра организации дорожного движения. Он смонтирован на автомобиле, автомобиль выезжает, соответственно, на крыше установлен комплекс, настраивает его и стоит, фиксирует. Он выезжает каждый день? Это как на работу или потом под вечер уезжает? Или как это происходит? Да, да, в соответствии, ну, график, ежемесячно разрабатывается график с учетом анализа аварийности. График этот согласовывается, опять же, с сотрудниками и ЦОДД, и сотрудниками госавтоинспекции. Вот, регионального управления госавтоинспекции утверждается график начальником управления ГИБДД области. И выезжает, соответственно, на дороге меняется в соответствии с графиком ежемесячно. Графики эти тоже, да? Допустим, какое время суток? А когда наиболее аварийное время суток? Это утро или вечер, или это день, когда выходит этот комплекс на дорогу? Да, да, в зависимости от... Ну, опять же, еще учитывается анализ аварийности, учитывается анализ аварийности, в какое время происходит ДТП, ну, и выбирается время, период выставления комплексов. Вообще, оповещаются ли как-либо участники дорожного движения о том, что, что называется, их снимает видеокамера? Улыбнитесь. Ну, хочу сказать, что информация о местах установки, как передвижных, так и стационарных комплексов, она находится в открытом доступе. Любой желающий может войти на сайт госавтоинспекции МВД России, основной сайт наш, вот, выбрать себе регион, и посмотреть, где установлены комплексы автоматизированной фото- и видеофиксации. Там есть и стациональные рубежи, и точки выставления комплексов мобильных, которые выставляются сотрудниками СОДД. Все места установки стационарных комплексов обозначены, соответственно, табличками, предупреждающими о том, что в данном месте ведется автоматизированная система фото- и видеофиксации. Стоят стенды, вот, на въезде у города стоят стенды о том, что на территории города ведется автоматическая фото- и видеофиксация. Передвижные, то бишь, мобильные комплексы в соответствии с требованиями, табличками такими обозначаться не должны. То есть это средство, средство мобильное, оно выставляется в очаг аварийности, там, где это необходимо для того, чтобы погасить очаг аварийности. Вот, и к его обозначению обязательных требований нет. То есть это не предупреждается водителем, что стоит мобильный комплекс? Нет, нет. Если человек приезжает, допустим, вот в наш регион из другого региона, да, это то же самое. Перед тем, как выехать на автомобиле, он может зайти на сайт Тверского управления ГИБДД и посмотреть, как это будет. Нет, не на сайт Тверского управления ГИБДД, это сайт Госавтоинспекции МВД России, основной сайт. Основной сайт Госавтоинспекции России. Выбрать просто регион. Выбрать регион, да, и посмотреть. Выбираешь Тверской регион, да, и там все установлено, и ты уже прокладываешь маршрут, как тебе удобно, и смотришь, где тебе быть осторожней. Борис Евгеньевич, вот относительно того, как дисциплинируют, вот на ваш взгляд, вы руководите таким мощным подразделением, это действительно дисциплинируют водителей? Это как-то их, что называется, держат в узде? Вы знаете, в условиях дефицита личного состава Госавтоинспекции, наверное, система автоматической фото-видеофиксации является наиболее действенным методом для того, чтобы сокращать аварийность, ликвидировать очаги аварийности. По анализу, ну, могу сказать твердо, что в местах установки комплексов автоматизированной фото-видеофиксации аварийность, в результате которой погибли либо пострадали люди, сократилась почти на 40%. Ого, это большая цифра. Почти на 40%. А в местах установки мобильных комплексов фото-видеофиксации мы вот только за этот год ликвидировали полностью два очага аварийности, которые вот у нас возникли. Да, это где мы можем территориально. Стали выставлять комплексы и, соответственно, вот, аварийности не стало. Какие-то участки дороги вот так вот можете сказать сейчас? Тверь-Бежицк, 35-й километр был очаг, было много ДТП. Сейчас уже вот с начала года на 35-м километре у нас, собственно, ничего там не регистрируется. Конкретно вот, ну, 35-й, 36-й километр ДТП возникали. Я помню, я выезжала туда несколько лет, и такие серьезные аварии довольно-таки были. Да, да, да. Вот, к сожалению, есть дороги, где комплекс автоматизированной фото-видеофиксации, мобильный комплекс выставить нельзя. Ну, в связи с тем, что там нельзя просто поставить автомобиль безопасным для того, чтобы не создавать угрозу ни сотруднику, который работает с камерой, ни другим участникам дорожного движения. Такие дороги тоже имеются, вот, ну, принимаем другие меры. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные довроги». Сегодня мой собеседник, полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Тверской области Борис Евгеньевич Царицын. Борис, мы с вами в первой части программы говорили о том, сколько у нас камер, комплексов фото-видеофиксации установлено на дорогах региона. Давайте сейчас поговорим о том, какие нарушения в основном фиксируют эти комплексы и как, учитывая эти нарушения, госавтоинспекция снижает очаги аварийности. В комплексе фиксирует достаточно большой спектр административных правонарушений. В первую очередь, это, конечно, соблюдение участниками дорожного движения скоростного режима, расположение транспортных средств на проезжей части, выполнение требований правил дорожного движения остановки перед стоп-линией при ее наличии, соответственно, перед светофором, при включении запрещающего сигнала светофора, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам при переходе проезжей части, ну и много-много еще других нарушений. Выезд на сторону дороги предназначено для встречного движения. Все, что вы сейчас назвали, это все случается ежедневно на дорогах области? Да, 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 к сожалению. И никакие предупреждения, то, что мы говорили, что человек заранее оповещен, что его снимает видеокамера, это человека не останавливает? Или он каким-то образом, что называется, теряет контроль над ситуацией? В большей степени нарушение правил дорожного движения, связанное с невнимательностью либо неосторожностью участников дорожного движения, наверное, как-то так можно констатировать. И пешеходы тоже самое, не пропускают пешеходов, хотя мы говорим, да, что у нас в основном уже водители стали приучаться к культуре поведения на дороге, но тем не менее все равно случаются. Случаются, случаются такие нарушения, выносим постановление, вот буквально за прошлую неделю, я помню, цифру 51 постановление мы вынесли по статье 12.18, нарушения были зафиксированы в автоматическом режиме. Как-то различаются нарушения в областной столице или в каком-либо другом крупном городе региона от федеральных тех же самых трасс? Ну, конечно, на дорогах, что на региональных, что на федеральных, основным видом нарушения правил дорожного движения является несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима движения. Это 97% от всех нарушений. Город в основном характеризуется такими нарушениями, как правило запрещающий красный сигнал светофора, не выполнение требований остановиться перед стоп-линией при включении запрещающих сигналов светофора, не предоставление преимущества движения пешеходам, не соблюдение правил расположения транспортных средств на проезжей части выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Это тоже очень характерно для города Твери. Еще даже встречка бывает. Помимо административных правонарушений, помимо нарушения закона на дорогах, удается ли с помощью комплексов раскрывать преступления? Ведь часто бывают и угоны, и завладение транспортным средством, еще какие-то правонарушения, вернее, уже преступления, которые раскрывают полицию. К сожалению, не могу сказать, насколько эффективна информация, получаемая с комплексов, используется сотрудниками оперативных служб для раскрытия преступлений, но она используется у нас постоянно. Сотрудники именно таких вот служб приходят, забирают необходимую информацию и работают с ней. Сколько хранится такая информация? Информация хранится у нас сейчас 9 месяцев. Не меньше. И ведь это же огромный объем информации. Да, все зависит от серверного пространства. Сейчас оптимизируем, но на 9 месяцев хватает хранения пока. Вот меня всегда интересовало, снимает вот в том же областном центре, там, где установлены камеры фото-видео фиксации, они снимают постоянно? То есть у участников дорожного движения нет минутки-двух проскочить, чтобы не быть замеченным? Нет, конечно, нет. Камера работает постоянно, она не выключается, и таких лазеек, там, остановок камеры, естественно, нет. В конце дня поступают к вам в центр данные по тому, что происходит на дороге, или они поступают к вам автоматически? Они поступают в режиме онлайн, по закрытым каналам связи, поступают на сервер, то есть совершено нарушение, через 10-15 минут информация о нарушении уже находится у нас. Потом вы проверяете, кто владелец автомобиля, допустим, кто нарушил, и потом уже идет та самая цепочка, которая заканчивается так называемым письмом счастья. Проверка автомобиля проходит в автоматическом режиме, мы проверяем корректность распознавания госномера, соответственно, корректность ролика, корректность фиксации скорости, корректность фиксации нарушения вообще как такового, не обязательно скорости. Ну и уже фотоматериал идет, поступая к сотруднику на вынесение постановления. Если владелец автомобиля или тот человек, кому пришло такое письмо, не согласен с постановлением, как ему быть, бывали ли такие случаи? Бывали, и случаев таких очень много. Можно подать жалобу, но, к сожалению, в условиях пандемии сейчас мы личный прием граждан не ведем, поэтому жалобу лучше всего отправить по почте по адресу город Тверево-Каламский проспект, дом 27, Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, ГИБДД, МВД, МВД России по Тверской области. В обязательном порядке жалоба должна содержать личную подпись лица, либо направить жалобу посредством официального интернет-сайта госавтоинспекции МВД России, выборов подразделения ЦАФА, ГИБДД. Опять же, нужна жалоба с оригинальной подписью, то есть скан документа жалобы. В жалобе должно быть указано постановление, которое хочет обжаловать человек, ну и причина его несогласия. Ну, как правило, жалобы связаны с тем, что граждане продают свои транспортные средства, а недобросовестные покупатели в течение 10 дней не перегистрируют его, и совершают административное правонарушение. Либо купил, например, в городе Санкт-Петербург, перегоняет в город Ульяновск человек автомобиль и по пути собирает все камеры. То есть это жалоба, как правило, прежних владельцев автомобилей, да? Да, как правило, связано в большей степени с тем, что машина была продана, а водитель ее не переоформил. Просто это надо все делать в определенный срок. Какой ваш совет и в какой срок подавать эту самую жалобу? Ограничения есть по времени? Я рекомендую при продаже автомобиля, то есть не ограничиваться просто передачей договора купли-продажи для того, чтобы гражданин перегнал автомобиль в другой город Российской Федерации осуществить перерегистрацию в любом подразделении МРЭО на территории региона продажи. Извините, собственника. Если таковое не произошло, нужно проконтролировать, соответственно, перерегистрировал машину новый собственник на себя или нет. Если не перерегистрировал, значит прекратить регистрацию транспортного средства. Это беспошлиное действие. Также в любом подразделении МРЭО бывший владелец при наличии договора купли-продажи может написать заявление о прекращении регистрации автомобиля. И в данном случае штрафы на него больше приходить не будут. Жалобу можно подать в течение 10 дней с момента вступления постановления в законную силу. То есть когда приходит письмо, это постановление уже вступило в законную силу? Ну, как понять, что оно вступило в законную силу? В течение 10 дней с момента получения копии постановления. Копия постановления. Это то, что человек получает по почте, да? Да, через 10 дней постановление вступает в законную силу. Мы отслеживаем каждое постановление. Имеет свой номер ШПИ. Отправку постановлений производит Почта России. Соответственно, мы отслеживаем по ШПИ получение постановлений. Если постановление было получено, то через 10 дней оно вступит в законную силу. Если человек отказывается получать копию постановления на почте, ну, бывают и такие люди, то есть их проинформировали по ШПИ. Мы смотрим неудачная попытка вручения. Оно хранится определенный период на Почте России. После возвращается к нам, как к отправителю. Значит, в данном случае постановление вступает в законную силу в течение, по истечении 10 дней после возврата постановления отправителю. Соответственно, есть разъяснение пленам Верховного суда. То есть, не получив копию постановления, вы все равно никак не уходите от ответственности. Вы обязаны платить, если вы не получили. Если человек отказывается платить те штрафы, которые на него наложены, вот он копит, что тогда грозит этому человеку? Ну, какой ваш совет? В случае неуплаты штрафа в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу, то есть человек не оплатил данный штраф, мы принимаем меры к тому, чтобы направлять данные постановления и оплаченные подразделения службы судебных приставов для осуществления принудительного взыскания неоплаченного штрафа. А там еще будет, соответственно, помимо штрафа исполнительный сбор, который устанавливают сотрудники службы судебных приставов. Мы очень плотно работаем с данным подразделением, с данной организацией. И одновременно принимаем меры к составлению протокола, административного протокола по статье 20.25 Кодекса административных правонарушений, который в нашем случае можно направлять в суд без лица. И в отношении водителя, не уплатившего штраф за нарушение зафиксированного в автоматическом режиме, будет применена мера административного воздействия в виде административного штрафа, равного двойной сумме неоплаченного административного штрафа. То есть не оплатил 500, будет наложен 1000. То есть наш совет вовремя платить? Да, платить есть 20 дней льготные с момента вынесения постановлений. Если своевременно получать направленные постановления, реагировать на уведомления почты, соответственно, у вас есть возможность сэкономить на деньгах. Ну, к сожалению, никто от нарушений не застрахован. У нас бывают случаи всякие. А пользуются водителями, охотно пользуются вот этими самыми бонусами, когда вовремя заплатить штраф и получить бонус? Конечно, конечно. Это очень многим выгодно. Просто, ну, ряд организаций, связанных, например, с доставкой чего-либо, имеет большой автопарк. Естественно, водители допускают административное правонарушение. Ну, организации, как правило, платят очень быстро. Юридические лица платят очень быстро эти штрафы. Борис Евгеньевич, бытует мнение у некоторых жителей нашего региона, что, ну, установили они комплексы фото-видеофиксации. Ну, это так, что называется, для отвода глаз всё равно существуют определённые машины, определённые люди, которые, что называется, неподсудны, для которых это ничего не значит. Они могут нарушать, но всё равно существует у сотрудников ГИБДД некий список. Машина по этому списку лучше не трогается. Правда это или нет? Смею заверить, что такого списка не существует, если нарушения зафиксированного в автоматическом режиме всё равно будут приняты меры административного воздействия. Здесь говорить про список просто некорректно, потому что есть Конституция Российской Федерации, которая, соответственно, предусматривает принцип неотративности наказания и принцип равенства перед законом и судом совершил нарушение, значит, отвечает. Бывали ли случаи обмана камеры фото-видеофиксации? Каким-то образом владелец автомобиля, пытаясь уйти от ответственности, перебивал номер или что-то там замазывал лого грязью или что-нибудь такое? Бывали ли такие случаи на дорогах? Ну, несомненно, бывали люди пытаются, конечно, скрыть свои государственные регистрационные знаки, используя там какие-то определённые средства, а видоизменить их. К счастью, у нас есть много возможностей для того, чтобы установить первоначальный государственный регистрационный знак. Одновременно рекламировали плёнку, наклеиваете плёнку на государственные регистрационные знаки. То есть её не схватят, да? Да, типа, ну... Не будет видно? Госномер не будет видно. Вот, ну, не больше, чем рекламный ход, скажу вам честно. Вот, ну, пластина действительно белая. Те места, где наклеена плёнка, парификсация, камера автоматической фото-видеофиксации, ещё белее. То есть белым на белом мы отчётливо читаем государственный регистрационный знак. Давайте мы относительно планов. Потому что вот 102 комплекса, да, вы сказали, на дорогах Верхней Волжье. Планируется ли ещё установка? Сколько возможно будет таких до конца реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»? Ещё есть достаточно времени. Что планируется, что, на ваш взгляд, ещё нужно на дорогах? Ну, собственником системы автоматизированной фото-видеофиксации у нас в регионе является правительство Тверской области. У нас нет никаких частных компаний, никаких конституционных соглашений. Вся система находится в собственности правительства Тверской области. Насколько мне известно, до конца текущего года на дорогах регионального значения планируется установить ещё порядка 18 комплексов автоматизированной фото-видеофиксации административных. Да, это до конца 2020 года. Осталось всего ничего, да? Полтора месяца? Ну вот, я думаю, что эти полтора месяца всё и решится. У нас в 2019 году монтаж был произведён, если я не ошибаюсь, 27 декабря. Бытует мнение, что мы знаем, как сделать порядок на дорогах. Надо на каждом перекрёстке установить инспектора ДПС, тогда водители будут дисциплинированы. Помните, Борис, такие, такие, так говорили. И мы останавливаем автомашины, и люди прямо открыто говорят, где инспектор ДПС. Вот видят они его с палочкой, что называется, золотой, волшебной. И всё на дороге хорошо. Потому что все едут ровно, пешеходов пропускают, пешеходы переходят только там, где нужно. Давайте начнём с того, что в связи с оптимизацией, проводимыми мероприятиями по оптимизации штатной численности органов внутренних дел с 2011 года, служба госавтоинспекции была сокращена более чем на 22%. В настоящий момент у нас на всю область, на весь регион около 800 сотрудников ДПС. А протяжённость дорог как региональных, федеральных, соответственно, уличной дорожной сети, населённых пунктов, межмуниципальных дорог составляет более 33 тысяч километров. Ну, несложная математика, 33 тысячи разделить на 800. И сами поймёте, что силами службы ДПС охватить всю уличную дорожную сеть региона просто невозможно. То есть на каждом километре поставить инспектор. Действуем, работаем по принципу Суворова. Бейнет числом умений. Там, где причиной аварийности является скорость, ну, стараемся забивать скорость в автоматическом режиме. Ну, а так, расстановка сил и средств ДПС тоже на основе анализа, в том числе и совершения административных нарушений причин ДТП. Вот. Ну, и стараемся рационально использовать то, что есть. Я знаю, ещё очень большая профилактическая работа проводится со всеми и с пешеходами, и с водителями. Это постоянно, каждодневно, да? Спасибо, спасибо, спасибо и вам о том, что освещаете тему безопасности дорожного движения. Потому что, ну, пропаганда сейчас, наверное, стоит во главе угла, для того, чтобы люди поняли, что эта боль, которая вот сейчас вот с аварийностью у нас творится, она может коснуться каждого. Ну, есть у тебя машина, нет машины, пешеход ты, как ты, пассажир, участник дорожного движения. Вот это, ну, не может обойти стороной. И поэтому законодательство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, оно необходимо к неукоснительному соблюдению тех требований, которые, собственно, они предъявляют. И в завершении программы ваш такой вот практический совет, как действовать и водителем, как вести себя пешеходом в этих непростых условиях, когда уже начался мороз вечерний, да, возможен ледяной дождь. Как быть ваш практический совет? Ну, автомобилистам я всё-таки рекомендую своевременно перейти на резину, соответствующую сезону, зимнюю. Выбирать скоростной режим, исходя из конкретных дорожных и метеорологических условий. Если дорога скользкая, двигаться с максимальной осторожностью, не совершать каких-то резких и необдуманных манёвров, а порой, собственно, бестолковых манёвров. Пешеходам, соответственно, тоже при переходе проезжей части, в том числе и по пешеходным переходам, быть более внимательным, потому что в условиях скользкой дороги тормозной путь автомобиля, он значительно увеличивается. Поэтому при переходе дать возможность, даже на пешеходном переходе, возможность водителю остановиться полностью, остановиться и только уже после этого начинать переход проезжей части, продолжать движение. Особенно это касается при переходе дорог многополосных, то есть три полосы и более. Спасибо огромное. Я надеюсь, что ваши советы пригодятся участникам дорожного движения. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видео фиксации административных правонарушений ГИБДД ОМВД России по Тверской области Борис Евгеньевич Царицын. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы.